У нас сегодня 13 января 2018 года, суббота, через две недели, одно воскресенье в Потеряевке, одной здесь батюшка служит, он только что с Потеряевки. Ну, рассказывай, какие у вас там дела? Обыкновенные, какие дела? Ну, не совсем, наверное, обыкновенные это. В каких делах? Спрашивайте. Меня интересует, что там, говорят, ты звонил, говорю, что Роман приходил? Ну, да, приходил. Еще он? Ну, все. Больше, говорит, в храм ходить не буду, потому что у нас, у меня есть страховой полюс, карточка страховая есть, это и... Землю мы под, где храм-то, ну, под школу, землю сейчас оформляем, чтобы у нас бы не было оформлено. Вот это, вам номер придет, это все уже не годно, поэтому не будет ходить. А как это влияет на него, что если будет кадастровый номер там? Ну, это уже все, мы отступники, как бы, уже чуть ли не слуги антихриста. Вот так. Это все от антихриста, мы с ним связываем. Да тем более, он узнал, что у меня это все есть, и страховая карточка, и полюс медицинский есть. То есть благодати быть не может. Узнал, что я патриарха поминаю, там патриарха, он считает, что вообще это эритик. А вот прошлый раз он здесь сказал, дальше начал там против Стоглава собора, тут речь зашла, а потом, что если будет приезжать к вам митрополит, то я уже не буду ходить при нем, потому что, ну, а совсем не ходить в храм, он, нет, он только... Нет, сейчас совсем, сказал, больше... То есть он все глубже и глубже. Ходить в храм больше я, говорит, не буду. Как вы, я говорю, ну, у нас свобода ты, как говорится, двери открыты, не хочешь, не ходи. И Господь никого сильно не зовет, говорит, придите ко мне. Не сказал, что я приведу вас всех, а придите ко мне. Кто отзывается на этот голос, тот приходит, а кто не имеет уши слышать, тот не слышит этого призыва. Ну, и он, я говорю, свободно у нас, пожалуйста, ты можешь не ходить. Но только дальше-то идет это. Это уже, как бы сказать, у нас это уже такая опробованная эта тема. Ты не первый, говорю. Вначале начинается ропот. Ты роптал? Ну, и тебя особенно он роптал, что там и святых не почитаешь, вроде бы, и там какие-то еретические мысли там высказываешь, вот, и прочее. Это он взял с интернета, там Волков, Шимко, когда писали, почему я ушел из Красноярска общего, ну, оттуда все это сдирает. Ну, и вот, я говорю, а дальше сейчас ты начал роптать, вот, а сейчас уже таиться стал. А второй этап? Да, а дальше ты будешь... Да, я не думаю уезжать. Так, ну, не думаешь. Ну, я много не стал разговаривать здесь уже, вижу, что бесполезно. Он не слушает никаких доводов один, в глазах как-то так выкатит, и вот смотришь, как безумно что-то. Везде эти шестерки, все это, вот, номера, шестерки, это все. Храмы разрушают, где люди не принимают, там, эти, какие храмы, там, ННН, там, храмы... Где? Покажи. На картинках он насмотрелся? Да нет этого, я говорю, нигде. Да как нету? Вы не знаете, вы в интернете не пользуетесь. Я не пользуюсь я интернетом, говорю. И нисколько мне туда... Ну, я знаю, что у меня есть во многих епархиях батюшки, с которыми я вместе в семинарии учился, имеем общение, перезваниваемся, истинка, хотя... Хоть где-то бы было, это бы все равно кто-то бы сказал, что у нас такое. Да хотя с Кирилл Сахаром около храма Христа Спасителя. Да, но это там вот он, это, он патриарха поминает, поэтому его это... Так вот с этого ты и сходишь. Что начинали? Там патриарх поздоровался с папой. Все, они стали поминать, что там монахи. Храм-то почему разрушать? Просто их из храма попросят, иди туда где-то, ищи. Тебе не нравится здесь, иди туда. Вот и все. Вот Диамид, выступил Диамид Чукотский. Нет, его просто отстранили. Там Чукотский, другой архиерей, идет, никакой храм не разрушили. Чукотская епархия действует, живет. Дальше, но он ничего не слышит, это. Я говорю, как же ты будешь-то, сейчас надо землю тебе оформлять, я не буду оформлять. А как ты не будешь оформлять землю? Строиться нельзя, ты не будешь строиться. Как это? Ну, у нас этого не было как-то, ты обязан это делать. Ну, вот так вот, поговорили. Я много не стал, здесь уже некогда мне там, это, с ним в пустое просто это. Мне надо было баранов кормить уже, я говорю, хватит, иди. Этот баран, он ничего не воспринимает. Те бараны даже бессловестно, они больше понимают и лучше как-то воспринимают голос пастыря, а этот нет. Я говорю, ты только неделю назад, еще недели нет. Пять дней назад ты причащался, только что ты принимался, и сейчас ты говоришь, что это я, значит, недостойный этого, недействительно. Ну, когда крещение тут принимал? Ну, да, но про крещение не говорил, а то, что ты причащался, он на Рождество причащался. Ну, прошло-то, только неделя еще не прошла после этого, а ты уже... Но он не вылазит с интернета, а ищет вот это все. А я ему это сказал, я говорю, ты меньше сиди там, ты вот лазишь там, на всего это нахлебался на этой помойке-то, я говорю, а мне некогда, я говорю, я там не лажу. Вот он помолился, пошел управляться, там что делаю по хозяйству, и все, сходил кого, попроведал своих там, ну все. А он нет, тот сидит целый день в этом, в контейнере, и вот все выискивает, где-то там кто-то какой-то старец сказал, там что-то старец сказал, то есть если кто-то у кого есть эта страховая карточка, снился этот, кто у кого медицинский полюс, то этих людей даже на мытарство, даже до мытарства не допустят. Вот, значит, уже даже без мытарства сразу в преисподние люди пойдут. Я говорю, как же так ты судишься? Я сказал, не суди Господь никого, а ты уже осудил. Но прежде суда Божия. Да, суда Божия нет. Я говорю, ты понимаешь, ты ставишься сейчас выше, а поговорить со старобрясом тебя, да ты с еговистом даже поговори, да еговисты тебя ни за что. Старство небесное, ты еговист, только мы одни будем эти. 144 тысячи там, ну, а ты ставишь, вот это, нагнал такое, я говорю, ты посмотри, у тебя полная разруха, у тебя семью нет, друзей-то нет, у меня семья, да где она, покажи семью-то, кто ее видел, твою семью? У меня обеспечена семья. Ну, обеспечена, но ее нет у тебя. Ну, так вот, поговорили и все, и он ушел, и все, я только сказал своим там, что я говорю, на эти темы там, что земля там плоская или шаром земля, с ним не разговаривать, и ни на какие вот эти темы другие, церковные, с ним вообще не разговаривали, чтоб никто. Потому что это бесполезно, он только будет это, и ну, всех я предупредил, чтобы в эти разговоры, там, если дрова попилить, пожалуйста, пригласить, дрова попилить, там, что это, хозяйственные, можно, а на такие не надо совсем разговаривать, потому что, ну, бесполезно это. Он только сидит, ну, вот и все. Что здесь такое вот было? Он много на тебя там высказал, что ты там об императоре плохо вроде отозвался. Я говорю, ну, ты посмотри, он об императоре, как плохо? Ну, он сказал, что он там жене подчинялся подкаблучник вроде бы, император. Вот он никакой император. Я говорю, ну, да это все так говорят, что император очень кроткий был, смиренный такой, послушай, ему не императором же быть-то надо было. Ну, он истинно, ему просто в монахе бы было, вот монах хороший бы был из него. Ну, сейчас он в интернете пишет, говорит, вот война, война, он на фронте, и ни слова ничего там о фронте, а только лист, а то другое вспоминает, как семьянин. Ну, да, он хороший был, кроткий, смиренный. Кто говорил, когда первая это была революция в пятом году, просил повесить там сколько-то тысяч? Да, Столыпин. Да, еще, говорит, 300 лет будешь царствовать. Да. Он нет, дорого. Ну, и все, и пошли потом десятки миллионов полетели. Вот. Об этом и сказал, что он, говорю, при чем здесь, как ты? Он, говорю, ну, Игнатий Игнатий еще ему молился, как мученику, еще и он не был канонизирован, а ты сейчас говоришь. И каждый, он знает, здесь был каждый день молимся. Игнатий Бринчининов, будто бы ты сказал, что он там нерожденный. Ну, еще, а я сейчас выставляю его материалы, мной насчитаны, вот он, Бринчининов сидит, вот он внизу. Ну, это. Его ролики идут, ты насчитал, нет, его труды я насчитал, уже. Я об этом говорил, я говорю, ты вот говоришь сейчас, плоды-то какие у тебя, покажи что-нибудь плоды-то, ну. Ты говоришь, еретики, еретически, там Игнатий Игнатий, еретически высказывает. Ну, и книги-то, ведь они где-то не потаенно распространяются, а везде, в библиотеках, у патриарха. Да. Посланы были патриарху, что, ответ, что получили патриархию. Читает он, не читает, другое дело. Но они есть в канцелярии, если бы кто-то было, это известно об этом, что то, наверное, бы разобрали кто-то. Да. И давно бы уже к церковному суду привлекли. У многих митрополитов, архиепископов, епископов есть эти книги. Так, мало того, специально давали задания сцентрским отделом, тульскому, новокузнецкому, отослали в Одессе монастырь, потом оттуда Киево-Печерскую лавру, потом специально задание Дворкину, и ни слова нету. Ну, вот так вот поговорили я его, но он ничего не слышит. Нет, это все, нет, номера, везде эти номера, шестерки, там, этот ННН, имени лишается человек. Да кто тебе имя отнимает? Номер есть, всегда номер был. Ну, я же такой пример-то привел, это говорю, ну, вот Господь был, на перепись пошел. Да. Там же номер все равно ставят, под каким номером идет. Конечно. И просто сколько, переписи для чего, сколько посчитать, сколько людей. Значит, первый, второй, третий. Сколько налогоплательщиков и воинов, вот что нужно знать. Да. Все равно под номером, как это, всегда это было такое, но это вот вроде другое, да, это вот уже, да что он тебе, этот номер-то, тебе это, ну. А у тебя есть ННН? Я говорю, я не просил, не писал, ну, думаю, что есть, потому что я пенсию получаю, пенсионер-то, там, думаю, что присваивают они, я и не знаю, какой номер он, где у меня, но я думаю, что есть. Ах, да вот у вас и номер есть, вы должны отказаться от него. Да я его не видел и не знаю, от чего я буду отказываться. И что, ну, вот такое вот, поговорили так он. Здесь другое, он сильно обиделся, ты с ним, говоришь, крепко поговорил, тогда он, это вот уже все, это было. Он до этого дулся как-то еще там что-то. Даже меня оправдал, говорит, паспорт, если кто получал биометрически за границу, это уже четко, ясно, на лбу уже написано. А я тогда прям, он оттуда, с Потеряевки вышел, в скайпе, а я ему показал паспорт. Ну, ну, для вас как-то исключение сделали, то есть он даже для меня исключение делал. А тут он когда начал уже просто спорить так, я говорю, это крепко его осек здесь. И он тогда пошел, и при том, это не с ним одним было, уже было это с этот, он, Гордеев Михаил Федорович, тоже здесь начал бузить-то, ну, я в осек. И он сразу же, а, вы еретики, Володя ухаживал сколько лет, там, лет семь. Он сразу же, все, никаких завещаний, все это, мгновенно в разнос пошел, и матерками. Вот, а это точно так же, точно так же, и тем же ходом, и против меня искать. А против меня искать это пустое занятие совершенно. Я говорил, ты, говорю, плоды-то покажи, у тебя какие плоды-то, никого нет, ни одной души за собой. Даже ты о своей-то душе и то не можешь попищить, как должно-то, ни одной души. Ну, а ты покажи того, кого ты осуждаешь. Сегодня люди есть, приходят, которые совсем никуда приходят к вере православной. Ты-то показать ничего не можешь, ни одного человека. И ты судишь, берешь, судиться, я говорю, это не можешь. Ну, как Вовка Долгов-то, ты ему сказал, говорит, Игнатий по тюрьмам ушел, а ты по тюрьмам грабил людей. Ну, вот так вот, больше я его не видел, и он ничего, ушел, и все. Ну, он заявил, пришел, что больше я в храм, меня совесть не позволяет ходить. Так вот, я говорю, с совестью надо было разобраться, совесть-то какая она у тебя. Бывает сожженная уже. Как наш отец говорил, там, о ком скажет, там, да он, говорит, совесть маленький с соплями съел. Как-то отец о ком говорил, там, так вот, скажешь, и он. Я говорю, нет, совесть, это, поразберись со своей совестью. Сейчас он ролик нашел, там, такие же вот приходят, и вот эти ковры под ногами, все, все занавески проверяют, и везде подрисовывают, и рожи, все собирают, бензином обливают, и жгут пачками. Как бы он, я Игорю сказал, смотри, Игорь, на заборе у тебя заметят, это, ну, прожилки от дерева, он видит шестерку, он будет сжечь. Ну, это какое-то детство, прям, и как в детстве было, лежишь там, где-то на куче соломи, на степи с отцом пасем, и на облака смотрим, и из облаков что-то фантазируем. Ну, вот, там, всадник на коне едет, там, медведь, смотри, там, лев, там, бык, смотри, там, это, ну, разные фигуры из облаков, оно немножко похоже, а там дорисовываешь, там уже воображаешь, и все так. А тут вообще ничего нету, ничего нету, и сразу видит шестерку, дальше бафомет, рога, хвост, это подрисовывает, ну, нету, но тут оно есть, говорит, и показывает, как люди жгут кати, обливают бензином, и жгут, и жгут. Вот, он нашел такой ролик, и он совсем-то на этом остановился уже. Ну, так вот, все, больше-то чего. И что интересно, вот, ему, если бы он маленечко хоть прислушивался, сказать, вот, святые отцы говорили, а кто говорил об этом? Об этом номере сказал однажды в духовной книге только Анн Богослов. А разве он говорил, что предварительно за сто лет там будут какие-то номера? Не, не говорил. А святые отцы говорили или нет, что до Антихриста уже будут какие-то номера, и людей надо будет это щипировать? Я только сказал ему еще, я говорю, ты посмотри, что Господь сказал, если вас гонит из одного города, бегите в другое. Да. А вас никто не гонит, говорю, тебя. Даже тени нету, была бы тень, тень, даже тени нет, и вы боитесь, куда бежите? Кого боитесь? Отчего бежишь-то ты? Я не собираюсь бежать отсюда. Да как-то это будет, это необходимо уже, ты встал на эту ступень уже, ты уже назад не повернешь. Потому что ты роптал, роптал, теперь ты стал таиться, а дальше бежать, уже ты назад не повернешь, тебе надо будет бежать. Я вывел эти три ступени, по первым людям тогда сказал, исследовал и сказал. Все так, одинаково. Одинаково. Ропот потом, таиться и бежать. Давай там что-то старообрядство тоже там. Кто молится двумя перстами, все погибшие. Символ веры не такой, зачем оно там истинного, это откуда делать? Не должно быть. Откуда это, надо тебе еще разбираться. Что, Дух Святой не истинный, я говорю? Ну вот зачем это слово? Ну а тебе что оно? Я не сказал, когда слышишь, может, ухи заткли. Ну с этим истинное слово служит митрополит Алфеев, Иларион. Отец Кирилл все время служит. Так и было. Сергий Радонжский служил. Он ничего не понимал, он не слышит этого ничего. То есть так вот бывает, что как-то заткнуты уши и разум абсолютно. Он то, что есть у него, он вот это, только это, а больше никого не слушает. Я ему сказал, тебе подсадили демона лжи, где у тебя было, я стал расспрашивать. Он говорит, когда там от жены, что ли, ушел, там какая-то колдунья была, и ко мне, говорит, какие-то мешочки подвешивали. Ну я это не знаю, я не слыхал. Это он говорил. Ну не в таком порядке или как-то. Я говорю, ну вот он где-то вошел. Дух лжи вошел в уста при Михея, сыне Еблая. Ну а что вышел, нигде не написано. Ну вот так вот. А вот знаешь, ты когда вот его с малышом, у меня вот, я еще его не видел, только знаю, у меня была вот такая, какая настороженность, не знаю, это что, совпадение случайное, что нет, не тот этот человек, не должен он быть. А ты, да нет, вот он там все, ну ладно, с контейнерами приезжает. Теперь он уедет, что делать-то, теперь сколько там навез всего контейнера-то, ну что его, выкупить если. Ему это ничего не нужно, потому что нигде не дадут построиться. Поэтому приехал сюда, это хорошо. На этом месте кто-то может построиться. Он живет несколько лет, уже лет пять в России, а на регистрацию нигде не вставал. Я говорю, ты почему, как? Так, ну меня Бог охраняет. Вроде как Бог ему каждый день охрану представляет, там ОМОНовцы от Бога у него охраняют его. Ну так не годится, всегда везде было, во все времена так, что ты приехал, землю ты где-то, это, отвечаем, Ветхий Завет, Аврааму там, кто под это, дарил землю, нет, я заплачу. То есть заплачу, составили договор. Договор составили, все, это всегда так было. Ну, а ты вот ходишь, что, нет, безо всяких, приехал, где хочу, там и строиться буду, там и землю захватывать, и это, да где такое. Ну даже если так будешь делать, то все равно ее надо теперь оформлять. Ну да. Иначе тебя спихнут, даже вон дачи, которые... Ну нам-то теперь, нам-то теперь, зачем, из-за него теперь, если он, я не буду это, а буду, это будет на всех нас это. Из-за чего? Мы просто поставим, что если ты не будешь регистрировать, если на регистрацию вставать и оформлять землю как это, то мы просто не дадим строиться тогда и все. Я думаю, вам надо провести общее собрание, никуда ничего не сообщать, а для себя, чтобы в собрании у вас был документ, что предупредили, ты поступаешь неправильно, нужно зарегистрироваться, землю зарегистрировать, и, дескать, мы тебя предупреждаем, что на защиту твоей ни одного слова сказать мы не сможем. А он говорит, я в защите неправильно, меня Бог защищает. Вот это все запишите в протокол, обязательно, прямо на неделе сделать. Собрание прошло, его увещевали, кто выступил, там попросить, чтобы повразумляли его. Ну и нет, мы все сделали, никуда сообщать мы не будем, нам это не нужно. Ну ты сам теперь думай, как дальше будет. Притом, если он думает, боится, что регистрация там и ННН, там проще, в мире сейчас нет ни одного государства, ни одной области, где бы это ни было. Под учет взято все, абсолютно все. Вот мы узнали, в 1818 году потеряевки впервые зарегистрировали, как жители начали жить, но они приехали раньше. А как узнали мы из музея? Так это 100... У нас 200 лет будет в этом году. 200 лет. Так 200 лет назад уже все это было, и номера, и все, и номер известен. В Крымом музее, это мне Урсаков, Константин Владимирович, дал. И пошел, и правда, и все, я пошел, сходил, и документы, ну они пожелтевшие, там все, под номером, а без номера как бы дали-то? Это землю нарезали, и просто пришел и сел. Это все на высчете было. Так это разве сегодня только? Это и в Германии, без ННН нету нигде, ни в Германии, ни в Америке, ни в Англии, ни в Англии, нигде нету, везде. Сотеял, храмы разрушают, вот это, тем, где номера не принимают, храмы разрушают. Я говорю, ну вот, у нас в Москве, хорошо мы знаем отца Кирилла, он сколько лет, он, наверное, не принимает, храм не разрушает, ничего. Он лжет на каждом шагу. И он служит, и все. А, он потому что патриарха поминает. Храмы-то, может, где-то из храмов не закрывают, не разрушают, а из храма там увольняют священников или кто-то, кто не поминает патриарха, против патриарха восстанавливают. Да. Ну, это тоже естественно. Где-то ты будешь старшего, там, на работе ты восстал против, на тебя сразу же уволят. Зачем ты нужен? Когда ты разрушаешь. На трудовую-то ему можно иметь? А как он будет иметь? Ну, а как на работу устраиваться? Ну, он не будет на работу устраиваться. Какой тягостью сатана нагрузила людей? Еще никакого ничего нет. Он говорит, если посылка придет, адрес ваш дайте. А я ему написал 656-056. Но и здесь зашестерило. Получается, три шестерки. А мне пенсию-то назначили, а мне с копейками три шестерки. Так я говорю, получать нельзя, наверное. Ну, конечно. 6 тысяч, 886 и 46 копеек. Шестерки боятся, как огня. Ужас какой. Притом, на земле сегодня, я думаю, ни одного уголка нет, который не был поставлен под какой-то цифрой. Даже незнакомый участок. Теперь аэросъемки. Ну, что это об этом разговаривать даже? Ну, что? Разговаривайте. Мы просто как какой-то... Даже не детское рассуждение, а вообще владенческое. Понимаешь, ну, а выводы-то какие? Представь, старообрядцы поминают, двумперсты крестятся все в ад. Хотя церковь приняла при князе Владимире именно двуперстя. Либо если нападал на трои перстя, тут какое-то объяснение было. А тут-то... Ну, что здесь скажем, как... Помнишь, это кино Хмель, там, говорит, паморок, как человек находится в памороках. Ну, и все, что там. Ну, вот на меня-то он зря сорвался. Сейчас подышу. Ну, вот это и было, что ты к этому, как сказать... От тебя был этот толщок. Ты его облечил сильно. Да. Все. А он этого не терпит, облечения, потому что у него очень сильное самомнение, что его мнение, его истина, это самая истина, что он вот открыл, это его. Да. Как другие, что он на это не обращать внимания. А вот он где-то услыхал, какой-то старец, там, говорит, старец, где-то старцы говорят. Какие старцы? А он показал, какие. Никто. Это люди, там, или обманщики, или еще что-то. Старцы. Ни одного, ни патриархийного, никакого, они нигде. Он-то ни одного, ему только ехать к Герману Стерлигову, и тот знает, на всей земле один есть епископ, но никому его не говорит. Объявил всех еретическим, и он был, сошелся. Вот это там на мальчишку-то там пишут, что Славик там, Щебаркульский-то. И он его взялся. Там динозавры под землей, они выйдут, будут людей пожирать. Он на полном серьезе все это. Мы пытались тут тогда как-то говорить. Я летом ни разу не касался этой темы. Я говорю, я никому не доказываю, что земля круглая. Если она круглая, что доказывать-то? Почему вы так яростно бросаетесь? Он летом сильно помогал мне, везде ездит. Я так доволен был. И думаю, маленько приглохло что-то. И каждый день о нем молимся. Отгони, Господи, от романа духа лжи. Дух лжи особой подсаженной. Но он, видишь, пошел дальше. И дальше это тяготь. Мне говорят здесь еще что-то. Это говорит на меня, что я подтолкнулся. Но я на Рождество. После Рождества мы в среду собрались на Акафис. У нас по среду всегда вечером Акафис. Молебен Акафис. Мы спаситель Акафис. Это в среду спасителю Акафис молились. Но он смотрел на каждый кондах и экос земные поклоны. Делает, делает. Но я промолчал, когда закончил или уже все. Я тогда подошел и сказал, говорю, сейчас идут святки. Вот, святые дни. Даже поста в среду, в пятницу нет. И земные поклоны в храме отменяются. Дома? А дома ты можешь делать. Дома можешь сколько тебе угодно делать. А в храме в субботу, в воскресенье также земные поклоны. Только, ну, такие необыкновенные дни бывают. Перед крестом поклонения или перед плащаницей. Вот. Тогда можно. А так отменяются в эти. Вот. Ну, а мне там посмотришь, говорит, это говорит, он на это еще обидит, что вы сказали, земные поклоны не делай. Ну, так правила и каноны на это. Правила есть, и поэтому, что мы будем делать? Хотя я еще привел и говорил, а у старобрясов, у них там входные и исходные поклоны. То это всегда земные есть. Но у нас этого нет. У нас правила есть, что в эти дни не делаются земные поклоны в храме. Дома ты можешь делать. Делай сколько тебе угодно. А в храме не надо. Так он считает, что и у Серафимы тоже печать? Ну, я не знаю. Я не спрашивал этого. Ну, так она в храм ходит. В храм-то ходит? Ну, да. А раз она в храм ходит, значит, она приняла. У нее, вот, так она пенсию получает, у нее все есть, конечно, и ННН, и все, и страховой полюс. Меня заинтересовало только одно. Как относится? Страховой полюс. Ну, а как ты? Я говорю, ты заболеешь, как бы ты в больницу без страхового полюса? Тебя, если только по скорой, могут принять там, ну, а потом все равно как-то нельзя этого. Я, значит, ну, как, ну, ты заболеешь, а там это что, врача не вызывать? Или что, тебя инфаркт или что схватит? Не надо? Ну, как-нибудь, вроде, Бог поможет. Как я лежал, когда с аппендицитом-то. Ну, и привезли одного мужчину. Полюс медицинский. Да я не знаю, где-то нету дома там или где. Но его к операции готовят. Приходит, а как это там, ну, анистициолог, и как называется, да? Ну, и мужчина такой уже пожилой. Он так, что ж у тебя дорогой, нет медицинского полюса? Да не знаю, где-то нету. Ну, представь, у тебя нет, ты без медицинского полюса. А мы-то зарплату получаем. Нам платят, сколько мы приняли. Нам зарплату-то платят с этого. Вот. А ты, представь, ты без медицинского полюса. Значит, нам уже, мы тебе готовим к операции делать. Значит, нам зарплаты не будет. Значит, я голодный, медсестра голодная, там это все. Представь, мы голодные, и тебе делаем операцию. Представь, как мы тебе сделаем, какую операцию сделаем, а? Мы тебе отрежем не то, что надо. Вот. Так вот. Говорит ему, значит, это. Да я сейчас позвоню, чтобы нашли. Вот, давай, звони, чтобы нашли. И медицинский полюс привезли. Ну, операцию все равно будем тебе делать, говорит. Вот. Он такой уж пожилой. Представь, мне осталось, я говорю, до пенсии. Ты, говорит, всего, уже полтора года только до пенсии, а? А я вот в таком состоянии тебе буду делать, и меня уволят, что не так сделаю, а? Это как? Представь, говорит, его. Все лежат там, человек семь, нас все так слиются. А он. Да я сам-то, говорит, мне тоже операцию делать надо. Ой, говорит, поясница, не могу, прям еле, говорит, стою уже. То есть, медицинский полюс, ну, что такого-то, вот, это, 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 заплачены уже деньги-то, когда-то были наши, отчисляли, они есть. Нет, там все, там вот какие-то номера, это все, нельзя, это. Так я ему так говорю, ты не сюда приехал-то. Не надо тебе было. Тебе надо туда, как Гафи-Лыковой было ехать. В Красноярскую, там где тайгу. Вот. А сюда-то как-то? Я говорю, почему ты приехал, не сразу не спросил, есть он, есть у нас ННН. Есть, нет, там медицинский полюс. Охватился. Это он потом, у него изменилось, это он даже и разговора не был. Не было, не было ничего. Это он нахватался здесь уже, это, в интернете. Вот. Я говорю, определитель один, не продать, не купить. Это выполнится, не продать и не купить. А ты продаешь и покупаешь. И покупает. И, значит, у ребенка давно номер есть, и ты спрятал его шестерку свою. Иначе бы тебе не продать, не купить. Да. Почему скрываешься, что у тебя именно есть? Продает и покупает, все, а как он? Все, продает и покупает. И машину продал. Ну да, большую. Покупал, привез там на Камазе сколько всего утеплителей. В магазине же брал. А одна тут, мы ехали дорогой и стоят, голосуют. Там где-то далеко за Тюменью. Ну, остановились. Он в подряснике, видно, что священник. Да разговаривались, кто такой. А он сначала как будто молчал, а потом разговаривались. Да вот мы, я как раз из тех, которые венчали императора. Путин-то знать ничего не знает, что он давно уже никто. Вот император они, Михаил Георгий называется. А он был здесь, как уголовник, вид такой. И он сюда приезжал, со мной хотел встречу иметь, а я не пошел. А зачем пойду я такой компромат иметь? Ну и вот, едем дорогой. Я ему говорю, а вот как написано в послании Галатов-то как? И подаю ему Библию, он ищет ее среди бытия и исход. Вот, Галатов, он абсолютно Библию первый раз держит-то. Ну, жена-то возгомозилась, вы смеяться решили над мужем, так дерзко повела себя. А едут в машине. Я говорю, машину может остановить, высадить вас. 1300 километров их провезли сюда, двоих, в Барнауле садили. Ну, зафотографировали и прочее. Она сразу маленько притихла. И вот начали дальше разговаривать. У него ни одного истинного слова нету. Но они там где-то, там венчали его. У него это самое знаковое событие в его жизни, что он венчал императора на русский престол. Ну, вы втихаря там это сделали, никто не знает, и какой толкто. Надо же передавать власть, выборы за выборами. Сейчас вы, Путин еще на 6 лет остается. Так это не 6 месяцев. Ну, то есть, каждый сходит с ума по-своему, как говорят. Ну, и в прошлый раз, когда он начал говорить, плоская земля. Знаешь еще, что она круглая, я тебе доказать могу в течение трех суток. Я знаю одно место на земле, где абсолютно точно ты поверишь, что земля круглая. А где? Не поверить. Я говорю, абсолютно идеальная должна быть поверхность. Она только на воде, когда застывает. И должна быть так, чтобы в одном направлении километров 7 было, в другом от берега 7 километров надо отойти. Это только на Байкале. Больше нигде такого озера нету. Ты согласен, что застынет ровно, ровно. Все, теперь, я говорю, мы ищем сборный каркасик, небольшой так, сантиметров 5 высотой, 2 на 2 метра, и материя, чтобы натянута. Туда едем, и я отхожу на 4 километра 800 метров. У тебя какой рост? Такой-то, ну это не 4, 5 километров, 100 метров. Таблица есть. И вот ты будешь смотреть, бинокль у тебя будет, с собой возьмем табуретку. И тебе видно? Я с тобой по телефону говорю, да, видно. Теперь я отношу еще на 200 метров. Видно? Ты говоришь, нет, не видно. Почему? Не знаю. Я говорю, встань на табуретку. Ты на табуретку встал, тебе видно. Почему? Это означает, за бугор скрывается. За бугор. Другое место никак. Поехали сейчас, я говорю. Потому что сейчас утром остановимся и поехали. Он не согласился. А сейчас говорит, я согласен поехать на Байкал. Я говорю, а я уже не прошлогодний. Я и дома-то хожу, спотыкаюсь уже. А это надо знать, где ночевать, должна быть машина и все. Она круглая. А если высотный дом, то видно, допустим, на 70 километров. А если самолет летит где-то, то до горизонта скрывается там 120 километров. Ну, я если мне это не рассуждал так, я говорю, ну ладно, ты на плоской земле живешь. Я, она шарообразная. Что от этого? Я также сено кашу, баранов кормлю там. Ну, ты видел, как хатабыч доказывает? Ну, да. Иначе вода бы стекла, если была шарообразная. Мне никто не мешает молиться, славить Бога, благодарить, просить что-то. Никто не мешает. Это если доказать, только для того, чтобы выгнать из себя духа лжи. Вот только для этого. Ты в этом понял, что ложь? Я говорю, а как же, смотри, корабли идут и фотографируют. Кузнецов когда ходил, а дни бачи, а корабля не видно. Почему его не видно? Да куда он делся? Там море ровное так стоит. Но это далеко. Ну, как далеко, так не видно было бы корабль. Корабль видно, а мащет не видно. А мащет, она меньше корабля. Ее видно. И ближе приближается, и корабль выползает, выползает, выползает из-за горизонта. А это горизонт называется. Никак. Ну, я говорю, тут-то как ты объяснишь? Вот на палубу залез, теперь видно. Мы когда сами залазим на дерево, дальше... Я только спрашиваю, а почему? Ну, что до этого времени, допустим, до этого года, нигде этого не было, что земля плоская. Ну, кто-то бы было, все равно бы как-то это где-то просачивалась бы такая-то информация. Но нет ничего. И вдруг открываешь. А эти на спор люди забрасывают вот такую идейку, ну и начинают ломиться к ним люди, что где-то доказательства на Луне не были. А флаг-то, видишь, на Луне атмосферы нет, а флаг прямо повернутый. Они не знают, что это армированный флаг, специально сделанный. Знают, что там нет атмосферы, чтобы он горизонтально стоял вот так, со флаг штока-то. Он армированный, особый такой материал сделали. Он разворачивается и стоит вот так горизонтально, уже не опускается флаг. Но когда сам корабль садился, то съемки не было. А кто снимет, а когда нету. А когда фильм ставили, им надо было, чтобы показать садиться. Поэтому они в Голливуде все это сделали и показали, как корабль садится. Вот это, говорят, они так и говорят, мы это дополнили. Ну, все, все, как там было. Тем более, съемка местности нет, мы все построили. Ну, а модуль-то был. Да, это пустое. Я говорю, сейчас ни одного монастыря ты не найдешь, ни здесь, ни за границей, ни у греков, чтобы он не имел регистрации. Нет, и на фоне одного нашего. Ну, может, минимум, и есть там 10-20 человек там собрать где-нибудь, может, и есть где-то, так они. Ну, на учете стоят все равно они. На учете. Он не принял там что-то, ну, и они там тайно поставят, и все. Потому что система считает, а ей так выгодно. Цифрами. Сейчас, говорят, приняли будто бы закон, или только принимают, что все разговоры с мобильного какое-то время, то ли, говорят, до трех лет, что будут сохранять. Да, до трех лет. А ну, будто бы запрос сделали, чтобы пять лет хранили. Все до одного разговора. И все-то нормально. Вот так вот. Это необходимо искать. На чем мы говорим-то? Интересно. Вот заходят у меня и матерятся. Вот опять два человека зашли на два ролика-то. Ну, я захожу туда матами, кроют на меня там какими словами. Ну, я их вычеркиваю и называется заблокировать. То есть, они если будут заходить, то уже ничего не могут сделать. А в моем мире он не может у меня даже посмотреть, что у меня там есть. Ну, я их прямо вот как сорвали с цепи. Сколько же их там? Ну, я попросил Никиту. Никита заглянул там, посмотрел. И давай выискивать. Я скопировал, подсчитал. Я которые заблокировал, которые матерились. Ты никогда не догадался. Это не два, не три человека. Три тысячи с половиной почти. По фамилии, по имени я могу их теперь узнать. А они, иногда бывает так, да пошел ты на, куда на, и буквы три. Так вот эти вот три буквы, х и прочее, они в разных падежах. Такое там добавляется слово. И это все заложено только на одну букву, на эти, на х. Там больше 150 что ли вариаций разных-то. И они все в машину заложены. И машина сразу их прячет в отдельный затух-ток. А мне говорит, там что-то пришло, проверьте. Я захожу, там одни матерки. Машина сама фильтрует. Но иногда бывают такие слова, скажут, которые машина еще не говорила. Они с какими-то добавками. Ну, я вижу, что он упакостит. Да что тут говорить, да ему в рот там. А в машину-то не заложили эти слова. И вот этих людей, которые у меня против-то были, это ни один, ни два человека. Три с половиной тысяч. Я посмотрел, как раз два полка. Полк, две тысячи человек. А это три у меня почти полка, военные единицы. Там рота, батальон, сколько, и полк. Полк. Десять-двенадцать тысяч, это дивизия. Дивизия. А дальше уже начинается армия, фронт. Все данные тут даются. И вот я посмотрел, у меня два полка на мне задействовано. И только на эти ролики. Вот сейчас, что у меня сегодня я выставил. Я могу даже сейчас просчитать. Вот здесь. Это сегодня за один раз. За один день я выставил. Вот первое, что. А вакуум протопоп. Игнатий Лапкин. Дальше. Отец Арсений, насчитанное. Изучение Библии по скайпу. Дальше. Беседы из архива взял. Беседа с отцом Александром Менем. Беседа с адвентистами. Беседа с отцом Дмитрием Дудко. Беседа с отцом Геннадием Фастом. Апокалипсис, толкование. Моим голосом насчитано. Игнатий Бринчанинов. Это уже третий ролик я выставляю. Их там, кажется, двенадцать. Дальше. И Фрем Сирин, Иоанн Кронштадтский. Это насчитанные его труды. Дальше. Пророчество Ветхого Завета. Блаженно Феодорит Кирский. Дальше. И святник духовный. И события дня. И сколько? А много ли это? Вот, допустим, один ролик. Два часа пятнадцать минут. Второй. Два часа десять минут. Третий. Два часа двадцать пять минут. Четвертый. Два часа восемнадцать минут. Отпредставь, сколько слушать. Это за один день только. И все раз столько же было. Здесь час тридцать четыре, тридцать три. С отцом Геннадием Фестом. Два часа девять минут. Два двадцать девять, два девятнадцать. Ну, это ролики. С Александром Менем. Час тридцать три. Вот. Архив. Тут беседа. Три часа пятьдесят три минуты. По четыре часа один ролик. Час тридцать семь. Три часа. Отец Арсений. Три часа четыре минуты. Я посмотрел тридцать часов. Да кто? В сутках двадцать четыре часа. Так это нашлись люди. Я молился тридцать семь лет, чтобы Бог дал помощников. И одновременно почти пришли два Сергея и два Андрея, один с Америки. И все, что у меня есть, теперь они разбили на файлы. Сделали уже в интернет и можно выставлять. И я их уже выставляю. Это есть что? Да сколько людей-то приходит? Я сейчас покажу, сколько нам приходит и просматривают. Вот смотри. А наш это, что у нас было там, это, рождественские не прислали? Никто не прислал. Смотри, у меня подписчиков одиннадцать тысяч шестьсот сорок шесть. Просмотров одиннадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч. Это за все года? Ну это на, 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 на видеоканале, да. Да. И роликов девять тысяч двести фильмов. Ну такого нигде больше нету. То есть богатство неоцененное и неизмеримое. Ну а что он может показать, если ничего не делает? Я вот сегодня встал, сколько, ну допустим, двадцать минут первого. И все, я уже не ложусь. Я до утра, ну печку еще затоплю, чтобы встали тепло было. И дальше письма отмечаю. Новые люди приходят. И Степаненко на меня вышел, этот Максим, и говорит, тут сведения такие пришли, что через ваши труды целая секта пришла в Америке. Я говорю, есть такой анекдот. Ну в виде анекдота рассказ. Собрались на работу и утром-то делятся нас во всем. Здорово, здорово. Ты слыхал новость? Нет? Наш начальник-то говорит. Он играл где-то там и выиграл машину БМВ-то. Так у него, говорит, такая есть. Ну теперь две. Ну надо же это, везет людям как. А там один инженер знает ближе его. Да нет, тут маленько не так. Играл не он, говорит, а сын его Игорь играл. Да и не выиграл, а проиграл отцовскую машину. И он сегодня, говорит, пешком пришел. Маленько, не так. Я говорю, я обо мне точно так же. Вот маленько не так. Я не знаю. Я знаю, пишут вот с Америки, там другие. Вы наш духовный отец. Выступает Бачков. Бачков это доктор богословия. Ты не считал про него, что он говорит? Нет. Это когда о нас разговор зашел, а он прислал материалы в Алтайскую метрополию. Сейчас я это покажу где-то. Называется Покров. Сейчас быстренько. И просчитаешь сам. Сейчас, минуточку. КЛМНОП. Покров. Журнал. Вот, считай, если можешь. Вверху это, как она выглядит. Московский патриархат 110 журнал Покров. Барнаульское духовное семинарие. В начале... Номер 9. 2016 год. Страница 34. Это очень важно. В начале 1990-х часть приходской общины переселилась в Молнотовский район, в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священномученика Анфимы Некомедийского. Так это было, я считал. Вот было. Теперь я выставил пропуски, точки. На 2013 год официально в село Потеряевке проживало 33 человека. С 1996 года в село Потеряевке действует детский, трудовой и православный лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкирского. Построена церковь, функционирует школа, Херчевский пункт. Построено 16 жилых домов, 12 бань. Все здания электрифицированы. Для нужд общины облагорожено 12 колодцев и 3 пруда. В составе Русско-Православной церкви за границей Протерейки Млапкин являлся участником 4-го зарубежного собора Русско-Православной церкви за границей, проходившим в городе Сан-Франциско с 7 по 14 мая 2006 года, ставшим одним из решающих шагов к уврачеванию разделения между двумя частями Русской церкви. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри Русско-Православной церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с Русско-Православной церковью за границей, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. То есть как точно все пишет-то? Несмотря на то, что время, определяющее переходный период для российских общин Русско-Православной церкви за границей, до 17 мая 2012 года истекло приходы в городе Барнауль и селе Потеряй фактически поминают за богослужение святейшего подарка Кирилла и предстоятеля Русско-Православной церкви митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Крестово-Зижинский приход в Барнауль и община Потеряй являются уникальными своеобразными приходскими общинами. Члены общины придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцев. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающие тешных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный бытовой уклад. Многие семьи многодетны. Старость этих общин является родной брат протерея Якима Лапкина, Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь немножко неправильно. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов России и ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатий Тихонович Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма святого Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Доктор богословия. Вот так. Ну да. То есть это не я там говорю, а это выпустили местные епархии, а мне сообщили оттуда, ну я прислали потерял. Я купил этот журнал, у меня есть он. А? Я купил журнал этот, у меня есть он. Ну вот. Ну, нападает там где-то, что этот православный признает, а я не признаю православный, я не православный. А зачем же ты заехал? То есть у них вот как когда суд у меня был с этими ахальниками-то, и они начинают доказывать, что я такой, я плохой. Что, детская тараж, плохой, значит, слушать не надо. Судя-то мне это не надо. Там детям говорите, спали вместе. Спали они или не спали вместе? Спали. А вы там были хоть раз ночью? Не были. А как вы знаете? А тут выступает Алифтина, там Раиса Малютина, другие, которые с детьми были. Никогда не было ничего. Там Галина работала, Зубрицкая, все говорят, не было. А судя-то, да кому будет верить-то? А откуда вы взяли? Да какие там курятники, там никакого лагеря нет. Она говорит, перестаньте. Вот документ представлен. Мы в то время были зарегистрированы. Регистрация Краевого отдела юстиции. И он настроил ее против себя сразу же. Она даже слушать дальше не стала. И все, проиграли. В пух и прах продулись. Ну и сейчас, что мы только молимся о романе. Мне он очень нравится. То, что вот работяга такой, там тополя попилил, и нынче сильно помогал.